11 мая 2014 года. Аэропорт Борисполь. В воздушную гавань Киева прибывает неизвестный борт. Из самолёта выгружают около 500 контейнеров, помеченных как содержащие ядовитые вещества. Груз тайно отправляется в Киев в автомобилях с тонированными стёклами без номеров. Позднее появляется информация, что этой спецоперацией руководил сотрудник ЦРУ, известный под псевдонимом Ричард Майкл. Ящики охраняли бойцы правого сектора и польской частной военной компании. В тот же день, 11 мая, жители Донбасса, не признав итогов цветной революции на Киевском Майдане, проводят свой референдум. Абсолютным большинством голосов провозглашаются две народные республики – Донецкая и Луганская. Как могут быть связаны контейнеры с ядом из Борисполя и гражданская война на востоке Украины? Ведь самолёты с секретными грузами, сопровождаемые агентами ЦРУ, прибывали на Украину и ранее. Зачем? И с какой миссией? Этого украинского политика и депутата зовут Владимир Бондаренко. Прославился он тем, что 7 марта 2014 года победивший Майдан назначил его исполнять обязанности киевского мэра. Он принародно клялся, что в здании на Крещатике пришёл только на два месяца. Однако по прошествии срока владелец рынков и ресторанов вдруг отказывается покидать кресло градоначальника. Лишь в конце июня с большим скандалом и не без вмешательства американского посольства хитрого и цепкого Бондаренко всё-таки удается лишить полномочий. Однако Бондаренко успел наделать громких политических заявлений. Он утверждал, в дни Евромайдана, в захваченной правом сектором мэрии, находился целый склад, где расфасовывали какие-то большие таблетки для приёма внутрь с чаем, кофе и минеральной водой. Довольно крупные были таблетки, серые и розовые, такие прессованные. Вот чем-то они аскорбинки напоминали, только были крупнее. И эти таблетки очень быстро, легко растворялись в горячем чае. То есть в любой горячей воде. И с чаем в основном участники Майдана это всё и употребляли. Им говорили о том, что это витамины, это стимуляторы различные. Кто и зачем поставлял в Киев эти препараты? Кому и когда удалось найти допинг народного гнева и массовых беспорядков? Очень часто толпу сначала доводят до агрессивного состояния, а затем ты указываешь на конкретного врага. Где и кому раздают так называемые таблетки ненависти? Там образуется зона стойкого напряжения и возбуждения. И почему управлять людьми сегодня так просто? Человеку давали специальный раствор, и он, зная, что его приносят в жертву, он радовался. Послевоенные годы. Секретные объекции Ру Кэмп Кинг в американской зоне оккупации Германии. Здесь, в районе деревни Обер-Рурзель, в 11 милях к северо-западу от военной штаб-квартиры США во Франкфурте, была создана одна из первых тайных пыточных тюрем за пределами Соединённых Штатов. Здесь проводили тщательно скрываемые жестокие эксперименты над человеческим сознанием и разумом. Центральное разведывательное управление работало над этим проектом и достигло ощутимых результатов по воздействию на психику человека с точки зрения получения от него информации, то есть развязать ему язык. Главным врачом тюрьмы Кэмп Кинг стал генерал медицинской службы Третьего Рейха Вальтер Шрайбер, отвечавший в гитлеровской Германии за программу по использованию бубонной чумы в военных целях. И если в 1945 году в тайной тюрьме США размещались пленные нацисты, то к концу 40-х большинство узников составляли советские граждане, попавшие в руки американских спецслужб. Над ними и ставили самые бесчеловечные эксперименты. Воздействовать на психику таким образом, чтобы подчинить его себе, чтобы он выполнял команды, которые не характерны для его образа мышления, его менталитета, чтобы он сам себя скомпрометировал. Эти эксперименты проводились активно еще в фашистской Германии на узниках концлагерей. Ну и, конечно же, я как представитель спецслужб, мы знали об этом. Один из секретных документов ЦРУ, направленный на имя Алена Дали, согласит. С 4 по 18 июня 1952 года группа IS&O применила технические приемы в двух рабочих случаях. В одном случае дозы препаратов в сочетании с гипнозом использовались для ввода в состояние полного гипнотического транса. Указанный транс поддерживался на протяжении приблизительно 1 часа 40 минут. Допроса, с последовавшей в результате полной потери памяти. Два допрошенных на конспиративном объекте Кэмп Кинг человека могут быть классифицированы как опытные, профессионального типа агенты, подозреваемые в работе на советскую разведку. Как звали этих агентов? Что с ними сделали сотрудники ЦРУ? Эта информация пока остается засекреченной. Но по всей вероятности наших соотечественников вычислила агентурная сеть нацистов организации бывшего гитлеровского генерала Рейнхарда Геллина, которая уже 7 лет работала на американскую разведку. ЦРУ тогда искала сыворотку правды, которую пытались получить на основе практически всех наркотических веществ. И задача была растормозить бессознательное, чтобы человек раскрылся, вскрыть его как консервную банку, а потом туда, в эту консервную банку, залить внушение. Арестованный сопротивляется доносу, он изворачивается, ловчит и не хочет выдавать секреты, которые ему доверены. Но делается укол. Рассудок затуманивается, воля к сопротивлению слабеет, и пребывающий в трансе человек либо все рассказывает, либо дает ниточку, которая путем несложных умозаключений приводит американскую спецслужбу к реальному объекту ее поисков. Суть заключается в том, что когда теряешься, вот у тебя мир меняется, то тебе это непонятно, да? Это некое состояние, тебе абсолютно незнакомое. В растерянном состоянии ты сразу нуждаешься в чем-то совете. Правда? Рядом с тобой, если кто-то окажется, он может тебе сказать, что же значит это переживание. На следующий день после пытки химвеществами человек уже не вспомнит о том, что он ненамеренно выдал своих товарищей. Амнезия. Но ему обязательно об этом напомнят. И под страхом разоблачения заставят работать на спецслужбы. США, конец 40-х. Разведывательные организации тщательно собирают результаты нацистских экспериментов с наркосодержащими веществами. Все готово для старта масштабной секретной программы по контролю над личностью МК «Ультра». Приказ об ее начале поступит от Алина Даллеса в 1953 году. Но еще за пять лет до этого американский куратор нацистских химиков, начальник Европейского отдела планирования химической войны США бригадный генерал Чарльз Лаукс и его немецкий подопечный нобелевский лауреат Рихард Кун, изобретатель боевого отравляющего вещества «Зоман», запускают программу военного применения диэтиламида-лизергиновой кислоты, ЛСД, обладающей галлюциногенными свойствами. С этими опытами все понятно. Вот ЛСД, 25-й, чистый, большая доза, шлеп, внушение. Ничего человек не помнит. Это значит, с точки зрения химической веры, в то, что человек – это просто, ну, как сказать, мозг, это такая железа, которая выделяет душу. Надо научиться регулировать эту железу, и тогда все будет хорошо. Получаем внушаемое общество. Еще более внушаемое. Да, чем оно есть сейчас. Препарат ЛСД был открыт 16 апреля 1943 года в Швейцарии. На его основе и разрабатывалась так называемая «сыворотка правды». На практике одним из первых «сыворотку правды» использовал американский психиатр Дональд Камерон, который с помощью наркотиков, электрошокера и других специальных техник допроса получал признание у обвиняемых нацистов и немецких свидетелей Нюрнбергского процесса. Причем делал он это настолько усердно, что ему самое место было рядом с его подопечными на скамье подсудимых. Эта логика, она заставляла делать следующее. Специалистов, ученых, они же тоже люди, они тоже подвержены некоторым убеждениям, некоторой вере. А давайте увеличим дозу ЛСД. Ну, оденем на него маску, в конце концов, дыхательную, если язык западать начнет. Не получается ничего. Ну, давайте-то добавим туда амфетамин, психостимулятор. Глава Трудового фронта нацистской Германии Роберт Лей писал жене, перед тем, как повеситься в тюрьме, что его постоянно колют какими-то лекарствами и все время допрашивают. Поиски сыворотки правды со временем привели американцев к еще более амбициозным планам. Возник грандиозный и в полном смысле слова дьявольский замысел. При помощи боевой химии управлять огромными массами людей, как своими марионетками. Все результаты исследований, которые в этой программе были, они затем использовались и развивались. В апреле 1950 года старшему офицеру ЦРУ Фрэнку Олсену был выдан дипломатический паспорт, который позволял ему перевозить секретные препараты без досмотра на таможне. Олсен начал летать в Германию, во Франкфурт, ездить в Кемп Кинг. Однако в 1953 году в результате садистского эксперимента, в котором подозревается главный химик ЦРУ и непосредственный шеф проекта МК Ультра Сидни Годриб, Фрэнк Олсен трагически погибает. Как оказалось, ему подмешали лошадиную дозу ЛСД с неустановленными химическими добавками, предположительно амфетамином, барбитуратом или производными индийской коноприи. В результате внезапного психического расстройства Олсен прыгает из окна гостиницы с 10-го этажа. Тем же способом внезапно один за другим уходят из жизни еще 8 доверенных людей Сидни Годлибы и Алана Дарриса, связных и курьеров. Барбитурат, мне море по колену. Мне на все наплевать. На тетрагидроканабинол. Ну, вы же знаете прекрасно, что происходило, например, с ассасинами, со знаменитой мусульманской сектой. Они пользовались чем? Чуть-чуть и федры, и много гашиша. Исмаилийская секта ассасинов сумела в 12 веке создать собственное террористическое государство с центром в неприступной горной крепости Аламут, западный Иран. Основатель секты, старец горы Ибн Ас-Самбах, создал из своих адептов эффективную и вездесущую спецслужбу. От правителей Средневековой Азии и Европы ассасины требовали золоты и драгоценностей. Тех, кто отказывался платить, убивали. Убийцы совершенно не дорожили собственной жизни. Будучи пойманными, они умирали со счастливой улыбкой на устах. Жертвами ассасинов пали десятки эмиров, султанов, князей, герцогов и королей. Вот как производят тайных убийц. Вот. И только так, но только тут обязательно нужна религиозная вера. Потому что ассасин давал волшебный напиток своему неофиту, будущему члену секты. И он оказывался в садах блаженства, спал там с гурьями невероятной красоты. И вообще там били фонтаны всяких разных напитков, цвели цветы. Он действительно оказывался в раю. И ему говорили, убей. И ты окажешься там. Июнь 2015-го. Тунис. 23-летний студент-аниматор Сифидин Резгуи, вооруженный автоматом Калашникова, расстреливает 38 иностранных туристов на пляже шестизвездочного отеля города Сус. Позже выяснится. В крови Резгуи обнаружен наркотик амфетаминовой группы. Эмиссаром ИГИЛ не составило особого труда завербовать молодого человека, подсадив его на таблетки ненависти, которые лишают человека боли, усталости, страха и жалости и наделяет нечеловеческой свирепостью. Именно с Туниса, с Жасминовой или Финиковой революцией в декабре 2010-го началась череда кровавых цветных переворотов, которую западные СМИ окрестили арабской весной. Таблетки распространялись как стимулятор продления и ужесточения мятежей, предающий неистовство толпе, готовой жертвовать собой от Туниса до Йемена, от Ливии до Сирии. Смертоносный препарат стал кошмаром мусульманского Востока. Как же это получилось? Откуда взялись таблетки ненависти? Или, может быть, это какие-то новые препараты? Есть разработки альфа-уровня, а есть разработки бета- или гамма-уровня. Грубо говоря, грязные разработки. Грязные, да, полуфабрикаты. Понятно, что сейчас все-таки уровень точечного воздействия, дисперсного воздействия на психику, он может более филигранно производиться. Но это очень дорогостоящие эксперименты. А вот то, что мы с вами говорили об Украине или об арабских странах, там вот эти бета-гамма-разработки, ну, грязные, грязные вещества, вот их можно использовать без особого риска быть привлеченным там разного рода судебным разбирательством. США, 50-е годы 20 века. Эксперименты МК Ультра включили в себя 149 программ. На ЦРУ работали 44 университета и 12 больниц. Они разрабатывали методы стирания памяти и генерирования новой личности. Испытуемых накачивали всеми видами наркотиков, держали в свето и звуконепроницаемых камерах или закутанными в смирительные рубашки. Отчеты свидетельствуют. Только за несколько лет на 7 тысячах солдат НАТО было испытано 250 различных препаратов от зарина и замана до ЛСД и амфетаминов. Прошедший в 1959 году эксперименты в рамках МК Ультра студент Стэнфордского университета Кен Кизи через три года напишет книгу «Пролетая над гнездом кукушки», по которой был снят культовый фильм Милоша Формана. «Если мистер МакМёрфи не желает принимать свое лекарство оральное, я уверена, мы найдем какой-нибудь другой способ». Ммм. Ммм. Ам? Ммм. Ммм. Очень хорошо. Ммм. Ммм. Вкусно. О практических результатах тайного проекта ЦРУ МК Ультра специалисты говорят очень неохотно. Никто толком не знает, до чего там доизобретались. Но один из таких результатов все-таки стал известен. Амфетамин, метамфетамин, эфедрин и фенитилин. Торговая марка этого микса в США Каптагон. Этот препарат впервые был выпущен в 1960 году якобы для лечения синдрома дефицита внимания у детей. Именно Каптагон больше всего засветился во время массовых беспорядков и на Арабском Востоке, и на Украине. Украина 2014 год. 2 мая Одесса. Таблетки ненависти Каптагон, которые начали завозить еще перед Майданом, раздавали неонацистам в Одессе на Куликовом поле. Результат массовое жестокое убийство одесситов, сторонников русской весны. Илло президента Украины Александр Турчинов лично давал добро на операцию в Одессе. Сомнительно, что тогдашний главный кандидат президента Петр Порошенко был не в курсе. Командовал одурманиной толпой убийц вчерашний комендант Киевского Майдана Андрей Порубий. Майская бойня в Одессе стала закономерным итогом того безумия, что творилось на Киевском Майдане несколькими месяцами ранее. Я тогда понятия не имел, что какое-то психотропное обрабатывание идет. Но дело в том, что поскольку была очень такая промозглая погода, то каждый вечер на Майдане появлялись очень симпатичные девчонки. Они стояли вокруг больших чанов и там дымилось такое варево. Но оно очень было похоже на то, что в Европе называют глювайн, глинтвейн. Чаек, чаек. Ребята, кому чаек, ребята, кому чаек, бумажные стаканчики наливали щедро. Там плавали какие-то сухофрукты, корица, специи, которые, видимо, отбивали запах. Но потом, после этого чайка, вот мы с моими коллегами не спали несколько суток. Вскоре то, что поначалу выдавалось за народное гуляние и праздник беспечной свободы, обернулось кровавой бойней. Сейчас я уже подозреваю, что, скорее всего, это была какая-то двукомпонентная смесь. То есть, видимо, этот первый чайок пролонгированного действия, который прочно оседал в организме, ну а потом достаточно было маленькой капельки другого чаечка, который работал как триггер, и вот этот спусковой механизм агрессии начинал работать. Одним из тех, кто пытался хоть как-то образумить агрессивную толпу на Майдане, был старший офицер украинских спецслужб, командир донецкой группы Альфа Александр Ходоковский. Но было уже поздно. По сценарию цветной революции должен был наступить приступ наркотического буйства с оружием в руках, и этот приступ произошел. Мы столкнулись сами непосредственно, когда штурмовали Дом профсоюзов на углу Крещатика, и площади независимости, который сгорел, который они сожгли. Мы там буквально нашли следы, так сказать, применения этих средств в лифтовых шахтах. Мы даже вытаскивали этих людей, которые оставшиеся, которые не успели вытащить, не успели сами уйти, вытаскивали и видели, что они, естественно, под воздействием находятся. И вот тут самое время вспомнить о тайном грузе, доставленном в аэропорт Борисполь. Когда это было? 11 мая 2014-го. Кому и зачем предназначался этот груз? Майдан уже позади, власть в Киеве захвачена, протест в Одессе подавлен. Зачем опять понадобились в огромном количестве таблетки ненависть? 7 апреля 2014-го года. Исполняющий обязанности президента Турчинов объявляет о начале контртеррористической операции против восставшего Донбасса. На восток Украины направляются толпы вооруженных радикалов-националистов. Не для них ли предназначены доставленные в Киев таблетки ненависти? Для защиты мирного населения Донбасса бывший командир донецкой группы Альфа Александр Ходоковский создает бригаду ополчения «Восток». И вновь теперь уже на фронте в карманах у революционеров Майдана оказываются все те же химические наркозадержащие препараты. Судимая среда злоупотребляет этими вещами. А очень много людей из этой категории как раз и наполнили нацбаты тогда. И очень много как раз судимых и на Майдане находилось. Ну, а что людям терять? Это такая социальная категория, которая уже достигла своего дна. А тут они нашли себе реализацию. Кто, так сказать, имел возможность лоб в лоб с противником сталкиваться, тоже подтверждали своими свидетельствами о том, что люди находились под воздействием наркоты, потому что ты в него стреляешь, он не падает. Практически все случаи связаны с последствиями применения наркотиков. причем одной конкретной группы. Таким образом, майданная киевская власть во главе с Порошенко, можно сказать, полностью одобрила мероприятие по массовому наркотическому отравлению своих сторонников. Поступавшая в так называемую зону АТО боевая химия, безусловно, помогала украинским карателям полностью потерять разум и уничтожать жителей Донбасса при помощи артиллерии, авиации, бронетехники. США, 1974 год. Газета New York Times публикует статью о 20-летней истории МК Ультра. Начинается грандиозный скандал. Конгресс создает комиссию во главе с сенатором Фрэнком Черчим. В полномочия комиссии входит полномасштабное исследование противозаконной деятельности спецслужб. Одновременно президент Джеральд Форд создает собственную независимую комиссию во главе с вице-президентом Нельсоном Рокфеллером. Сама Сама по себе программа была предназначена для выработки особых инструментов управления человеческой психикой, действий подобного рода препаратов. Инструментов, которые могли быть затем применены и не только по отношению к противнику, а по отношению и во внутреполитической борьбе. И Конгресс в этом увидел для себя угрозу. Были немедленно затребованы вещественные доказательства, но значительно их часть исчезла без следа. Чтобы правда никогда не всплыла на поверхность, записи опытов МК Ультра были уничтожены. Тем не менее, информации оказалось достаточно, чтобы понять, насколько велики были масштабы беззакония. В 1977 году программа МК Ультра была закрыта. Президент Форд от лица государства принес жертвам спецслужб официальные извинения. Но дело вовсе не в том, что программа нарушала базовые принципы демократии и права человека. Это все только лозунги. Думаю, американские элиты просто испугались, что препараты МК Ультра когда-нибудь могут быть применены против них самих. Сомневаетесь? Ну, вот одна важная деталь. Употребление каптагона на территории США сегодня запрещено законом. Другое дело, страны, чьи правительства почему-то перестали устраивать Соединенные Штаты. Это и Украина в 2014 и арабские светские государства в 2011 здесь для американских амфетаминов полное раздолье. Вот вам и демократия и защита прав человека. Тунисский террорист Резгури по воспоминаниям очевидцев находился в более чем приподнятом настроении. В то время как он в упор расстреливал жертву из автомата он радостно делал селфи на фоне убитых им людей и громко смеялся. Революция Арабской весны вывели на улицы городов тысячи убийц находящихся под воздействием наркотиков. Все это координировалось из двух центров их местонахождение США. В Соединенных Штатах система управления очень диверсифицирована. первый центр это государственный департамент Соединенных Штатов. Второй центр это разведывательное сообщество Соединенных Штатов Америки. Все цветные революции в арабских странах проходили под одним и тем же общим лозунгом в переводе означающим народ хочет падения режима. Результат этих государственных переворотов гражданские войны которые сегодня бушуют в Сирии Ливии и Йемене. В плане организации цветных революций выделяется две головные организации. Это в первую очередь центральное разведывательное управление во-вторых отчасти это РУМО разведывательное управление Министерства обороны Соединенных Штатов только отчасти а еще одна главная составляющая это АНБ это агентство национальной безопасности ведомство которое отвечает за техническую разведку за прослушку перехвата. Прямая раздача Каптагона была зафиксирована на площади Тахрир в Каире январь 2011 года во время египетской лотосовой революции. препарат по показаниям самих участников беспорядков давал исключительное мужество и подавлял усталость. В Сирии произошло по-другому. Там уличный цветной протест миновав Майданную условно мирную стадию практически сразу же превратился в войну всех против всех. К осени 2015 года большая часть Сирии уже была захвачена всевозможными бандами. Головорезы ИГИЛы Джабхат Ан-Нусры принародно глотают те самые таблетки которые уже привели к бойне в тунисском курортном Суси. Пропагандистские подразделения террористов откровенно утверждают это дает прекрасную физическую форму ты воюешь без устали ты безупречен ты не знаешь больше страха. Бойцы используют это для бодрствования для контроля за нервами и для увеличения своей сексуальной потенции. Конечно арабский мир это своя история свой сценарный подход ну даже даже Сирии то что мы видим в Сирии сейчас происходит ну уже мы не можем говорить о цветной революции она там не получилась не получилось сразу война и все а там где война там революционные сценарии они все-таки сворачиваются все-таки революция она всегда малой кровью в прямом смысле этого слова должна осуществляться малой совсем малой она должна сотрясать основы но при этом кровь литься не должна Бейрут 26 октября 2015 года силы безопасности Ливана задерживают в международном аэропорту саудовского принца Абдул Махсена бен Валида бен Абдель Азиза во время досмотра у него обнаружен большой груз наркотиков целых 2 тонны амфетаминов типа Каптагон арестованный принц сын руководителя одной из провинций в северной части страны граничащей с Ираком и Орданией до сирийской границы оттуда чуть больше 300 километров через пустыню известно что спецслужбы США и Саудовской Аравии плотно сотрудничают в борьбе против законного президента Сирии Башара Асада но военная помощь России изменила весь ход боевых действий в Сирийской Арабской Республики к концу 2017 большая часть страны была освобождена от вооруженных исламистских радикалов почти все бандформирования ИГИЛ уничтожены и никакая химия цветных арабских революций им не помогла на протяжении на протяжении всей сирийской войны у бандитов находили каптагон крупные по размеру таблетки которые могут быть проглочены или растворены в воде чай кофе каптагон может применяться в виде инъекций или при вдыхании через нос как и другие амфетамины наркотик стимулирует умственную нервную деятельность амфетаминовый психоз встречается у 90% людей принимающих таблетки психоз делает даже очень спокойного человека чрезвычайно агрессивным такие люди становятся угрозой как для себя так и для всех окружающих тут задействованы энергетические станции клетки митохондрии на них резко повышается процесс синтеза кислорода и резко облегчается процесс синтеза энергии до идиотизма в этом главная суть вот первая большая вещь митохондрию нельзя перегрузить ну в какой-то момент она живое тело она устает и наступает расплата 26 июня 2015 года Дунис курортный город Сус большинство погибших в отеле туристов англичане помимо 30 подданных Великобритании погибло 2 немца 3 ирландца граждане Бельгии Португалии и России погибшую звали Татьяна Хоменко сам террорист Резгуи уничтожен на месте ответным огнем полицейских рядовые боевики арабской весны стали откровенно расходным материалом Благодаря Каптагону они превратились в законченных психопатов которых в любом случае ждала скорая смерть Потери ИГИЛ в 2014 2018 годах составили до 70 тысяч террористов убитых в бою при авиа и ракетных обстрелах казненных по приговорам исламских судов умерших от ран скончавшихся от передозировок гепатита усталости и общей изношенности организма Да проект ЦРУ МК Ультра по психотропному контролю над человеческим сознанием официально завершился в 1977 году Но вот странность Таблетки ненависти оказывается никуда не делись Их просто приберегли для новых смутных времен Да и сам проект действует под другим именем Продолжение следует... Продолжение следует...